МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвращение в элиту. Стартовал чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Гомель дает отпор лидерам. Бокс – это моя жизнь. 75 лет исполнилось заслуженному тренеру Беларуси Виктору Баранову. Большая ходьба. Гомель принимал Кубок Республики Беларусь. Республиканские соревнования по спортивной ходьбе. Наши надежды. Кубок гонбольной Балтийской лиги еще на год прописался в нашем областном центре. Женская дружина гонбольного клуба «Гомель» выиграла турнир. Матчи заключительного тура Балтийской лиги проходили на площадке Гомельского дворца игровых видов спорта. По итогам пятого тура Балтийской лиги лидеры «Гомели» и дебютант турнира «Львовская Галычанка» имели одинаковое количество баллов. Подопечные Томма Жичатера опережали соперниц только по дополнительным показателям. Полуфинальные пары определялись в первый игровой день заключительного тура. Виктория над «Галычанкой» со счетом 26-19 вывела «Гомель» на литовскую «Горляву». Еще одну полуфинальную пару составили «Галычанка» и БНТУ «Белас». Проблем в поединке с «Горлявой» подопечные Томма Жичатера не испытали. Победа со счетом 30-19. Второй полуфинал получился куда более интересным. Путевку в главный матч турнира оспаривали БНТУ и «Галычанка». К перерыву подопечные Константина Шароварова выигрывали три мяча на 18-15. Ближе украинским гонболисткам к мячанкам так и не удалось подобраться. Финальная сирена зафиксировала победу БНТУ со счетом 33-30. «Галычанка» и «Горлява» на следующий день встретились в матче за «Бронзу». В первом тайме отдать предпочтение кому-то из соперников было тяжело. Об этом свидетельствовали и цифры на табло. 11-11 по итогам первых 30 минут игры. А вот во втором тайме все стало на свои места. Короткая скамейка запасных литовской команды дала о себе знать. «Ганболисткам Горлявы» не хватило сил на концовку. Украинки взяли игру под свой контроль и победили со счетом 27-19. И взяли бронзу Балтийской лиги. Неплохое выступление для новичка турнира. «Мы довольны как команда, что мы заняли третье место. Третье место это тоже нужно заслужить. В Балтийской лиге мы как шли с Гомелем первое и второе место разделяли. Конечно, чуть-чуть обидно. Но я считаю, что это заслужено наше третье место. Это Гомель команда с хорошими игроками, с потужными игроками, так же, как и Минск. Более опытными, чем наша команда, и более старшие. Поэтому чего-то нам не хватило. А вообще опыта мы большого набрались». Кстати, Галычанка на днях подтвердила статус сильнейшей команды Украины третий год подряд, досрочно выиграв чемпионат страны. Однако вернемся к Балтийской лиге. В главном матче турнира ожидаемо сошлись два сильнейших клуба нашей страны – Гомели, Бенту, Белас. Матч за золото подопечные Тома же Чаттера, подгоняемые родными трибунами, начали с места в карьер. К середине стартового тайма Гамельчанки выигрывали у принципиального соперника семь мячей. И оборотов не сбавляли. А вот Минчанки ничего не могли поделать с оборонительными редутами хозяек площадки. На последнем рубеже надежно играла Валентина Кумпель. В итоге Сирена на перерыв зафиксировал на табло зеркальные цифры – 21-12 в пользу Гомеля. Время между таймами главком БНТУ Константин Шароваров использовал эффективно. На второй половине матча его подопечные кардинально изменили свою игру, и проблемы начались уже у Гомельчанок. К исходу 50-й минуты матча от преимущества Гомеля осталось только три мяча – 28-25. Правда, ближе Минчанкам подобраться так и не удалось. В оставшееся время забивали только Гомельчанки. Победа наших гонболисток со счетом 32-25 и Кубок Балтийской Лиги еще на год прописывается в Гомеле. Виктория Шамановская в этой игре стала лучшим бомбардиром в составе нашей команды. На ее счету 9 заброшенных мячей. На один точный бросок меньше в активе Юлии Голубевой. Для нее Кубок Балтийской Лиги – первый трофей, завоеванный в составе Гомеля. Эмоции гонболистки вполне ожидаемы. Впереди у Гомеля борьба еще за два трофея – Кубок Беларуси. Финал четырех состоится 6 и 7 мая в Орши. И чемпионат страны имплей-офф стартует после финала кубка. За золото ожидаемо сыграют БНТУ Белас и Гомель. Команды заняли, соответственно, первое и второе места по итогам третьего этапа чемпионата страны в группе А. Бронзу будут оспаривать Берестия и Березина. Но без серии будут проходить до трех побед одной из команд. Стартовал чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге. Позади уже четыре тура. Представители нашего региона – Мозырская Славия и Гомель – начали сезон весьма удачно. Зелено-белые пока чувствуют себя немного увереннее мазырян. Возвращение в элиту подопечные Вячеслава Герасченко отметили ничьей с действующим чемпионом. На газоне стадиона «Центральный» при поддержке 7,5 тысяч зрителей Гомель сыграл в ничью с Баты 1-1. А сначала Михаил Пыско срезал мяч в собственные ворота. Отыгрались хозяева силами Евгения Барсукова. Подопечные Юрия Пунтуса также разжились очками в первом туре. Славия расписала ничью с Гродненским Неманом 0-0. Во втором туре Славия одержала первую победу. Подопечные Юрия Пунтуса обыграли Городею. Единственный мяч в этой встрече был забит на 80-й минуте. Александр Котлеров замкнул навес партнера. Пополнил свой очковый запас и футбольный клуб «Гомель». На выезде «Зелено-белые» сыграли в ничью с солигорским «Шахтером» 0-0. Первое областное дерби в этом сезоне состоялось в третьем туре и завершилось победой Гомеля. Встреча проходила на стадионе «Центральный». Эта победа далась «Зелено-белым» дорогой ценой. Из-за повреждения во втором тайме Константин Руденок уступил место в воротах Олегу Ковалеву. А вот Невалда самостоятельно покинуть поле не смог. На носилках его прямиком отнесли в машину скорой помощи. Причиной резкого недомогания бразильца стала простуда. Перед этим полузащитник отметился забитым голом. На 27-й минуте «Зелено-белым» удалась быстрая контратака. Невалда, получив пас на ход от Теслюка, технично разобрался с защитниками и голкипером Мазырян. 1-0. Ганец Ивен Садамака, заменивший бразильца, отметил дебют в чемпионате Беларуси голевой передачей. Именно его скидка головой вывела Теслюка на рандеву с голкипером Мазырян в добавленное ко второму тайму время. 2-0. Победа хозяев поля. «Было достаточно таких переломных моментов, где забием и гол, и, может быть, было бы все по-другому. Но, к сожалению, чтобы его забить, это надо и удача, и мастерство. Так вот, это и удача, и мастерство исполнительского нашим ребятам, которые имели момента, а не были. Не хватило». «В каких-то моментах нам, наверное, чуть больше повезло. Как сейчас модно говорить, наверное, игра была на три результата. Но я рад, что мы в тяжелых ситуациях, скажем, выстояли, перебороли себя. Ну и в итоге вырвали тяжелейших тречка». Надо отметить, что все обошлось. И повреждения Константина Руденка, и болезнь Невалда оказались не очень серьезными. Уже через неделю в четвертом туре оба вышли на поле в выездном поединке против Ислачи. Руденок с первых минут Невалда вышел на замену. Исход матча решил один забитый мяч. На 17-й минуте Алексей Теслюк не без помощи защитника хозяев поразил ворота. Одним баллом разжилось в четвертом туре Славия. На своем поле Мазыряне сыграли в ничью с Минском. 2-2. После четырех туров подопечная Юрия Пунтуса с пятью баллами находится на десятой позиции. Гомель с восьми очками занимает четвертое место. Гомель принимал большую ходьбу. В областном центре состоялся Кубок Республики Белоруссии. Республиканские соревнования по спортивной ходьбе. Наши надежды. Несмотря на не самую приятную погоду, на старт вышли более 90 спортсменов из всех уголков нашей страны. В возрастных категориях от 1999 до 2005 годов рождения. Дистанция от 1 до 35 километров. К сожалению, в соревнованиях не смогли принять участие представители сборной Белоруссии. Причиной отсутствия звезд белорусской спортивной ходьбы стали травмы. Тут проводится Кубок. Наряду с Кубком тут проводятся генеорские соревнования, юношеские молодые спортсмены. Наши будущие чемпионы впервые на открытом воздухе будут выступать. Среди взрослых здесь представлены лидеры нашей команды на сегодняшний день в ходьбе на 20 километров. Александр Лихович, участник Олимпийских игр, также выступает ряд сильных спортсменов. К сожалению, лидеры наших команд по различным причинам, в первую очередь за травмы, не смогли выступить в городе Гомеле. Это Денис Симонович, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ну и одна из сильнейших наших спортсменок в ходьбе на 20 километров Анна Дробиня и Анастасия Яцевич. Это первый старт, первый старт в летнем соревновательном сезоне. Это отбор на Кубок Европы, который ровно через месяц состоится в чешском городе Подобрады. Там будут выступать взрослые спортсмены, молодежь и юниоры. Здесь мы отберем команду, ну и проверим в первом международном старте, как наши спортсмены будут смотреться на лидер с сильнейшими ходоками нашего континента Европы. Спортивная ходьба – один из тех видов спорта, который не имеет большой популярности в нашем регионе. И большинство ходоков в Гомельщине успешно продолжают оттачивать мастерство спортивной ходьбы в соседних регионах нашей страны, где заложены большие традиции этого вида спорта. В Гомельской области, к сожалению, традиций в ходьбе как таковых не было. Мы даже, если есть ходьба, спортсменки, вернее, из Гомельской области, даже Настя Яцевич, но она с маленького возраста уехала в Брест и с тех пор выступает за Брестскую область. Сейчас она в Минске тренируется. Как бы она из Гомельской области, но, к сожалению, у нас этот вид, ему мало удивлялось внимания, и на Гомельщине он особо высоких результатов не достигал. В соревнованиях «Наши надежды» Гомельскую область представляли только три участницы – Яна Марченко, Олеся Занкевич и Екатерина Кацуба. Они соревновались на дистанции 3 километра. По итогам соревнований кубок уехал в Брестскую область, набравшую в общекомандном зачете 24 очка. На втором месте – Могилевская область, в активе которой 20 очков. Замкнула тройку призеров Гродненская область с 18 очками в активе. Гомель в 2018 году будет принимать чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди глухих спортсменов. Руководители Европейской организации по спорту глухих посетили областной центр. Они ознакомились со спортивной инфраструктурой города, а также встретились с руководством области, чтобы оговорить все нюансы проведения соревнований. Подробнее об этом и не только в следующем обзоре. Международный старт такого уровня среди атлетов с нарушением слуха в Беларуси состоится впервые. Чемпионат Европы будет проходить в легкоатлетическом манеже. Возможности и состояние спортивного объекта полностью удовлетворили экспертов. Остались они довольны условиями, в которых будут проживать спортсмены. Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике – это только первая ласточка. В Европейской организации по спорту глухих планируют и далее использовать объекты Гомельской области для проведения соревнований. В 2019 году у нас в планах проведение чемпионата Европы по борьбе грекоимской и вольной. И через несколько лет они сегодня увидели нашу великолепную базу по плаванию. Наш бассейн 50-метровый, он есть и в Жлобе, и он есть и в Гомеле. Они были восхищены. И те традиции, которые есть в инвоспорте, особенно среди наших плотцов, дают нам право говорить о том, что мы можем принимать соревнования подобного уровня и по плаванию. Команда «Гомельсур» заняла четвертое место в чемпионате Беларуси по баскетболу. За третье гомельские баскетболистки сражались с Гродненской Олимпией. Первые две встречи бронзовой серии состоялись в Гродно. Хозяйки без особых проблем дважды взяли верх – 142 и 78-33. На своей площадке у гомельчанок также не получилось оказать достойное сопротивление сопернику. Поражение со счетом 34-75 и бронза достается Олимпии. Поводов огорчаться нету. Задачи на сезон было занять место не ниже четвертого. Четвертое место – это наш потолок на сегодняшний момент. Как получилось бороться уже за третье место, вы сами видели, команда нас наглая сильнее. Все, что смогли, я считаю, девочкам претензий нервные. Все, что перед нами поставили, то мы выполняем. Чемпионками страны стали баскетболистки столичных цмоков. В финальной серии они обыграли прошлогоднего победителя чемпионата «Горизонт» 3-0. Завершился и женский чемпионат Беларуси по волейболу. В финале сошлись Мозырская, Жемчужная Полесье и Минчанка. Столичные гандболистки выиграли регулярный этап чемпионатов. В противостоянии за золото они также не дали повода усомниться в своем превосходстве. Серия до трех побед оставили за собой со счетом 3-0. Бронза чемпионата досталась Гродненскому коммунальнику. Команда Гомельской области заняла второе место на первенстве Беларуси по плаванию. В соревнованиях, которые прошли в Бресте, приняли участие более 200 спортсменов 99-2003 годов рождения. Плавцы из нашего региона четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Также в копилке команды Гомельской области пять серебряных и восемь бронзовых наград. Первое место в общекомандном зачете досталась сборная Минска. Первенство Беларуси – это отборочный турнир на Олимпийский фестиваль молодежи Европы, чемпионаты Европы и мира среди юниоров. Все эти старты состоятся ближайшим летом. В Гомелье состоялось первенство Беларуси по прыжкам на акробатической дорожке. Соревновались юноши и девушки 99-2003 годов рождения. Ребята представили сборные команды Бреска, Витебская, Гомельская, Могилевская области и города Минска. Одна из задач турнира – оценить ближайший резерв. В уме тренерский штаб национальной сборной держит чемпионат Европы 2018 года. Задача – завоевание медалей. Мы решили в республике среди нашей дисциплины прыжков на батуте, дисциплины прыжки на акробатической дорожке, немножко перестроить работу и больше обратить внимание на резерв, на подрастающие поколения, для того, чтобы сделать задел именно в маленькой возрастной группе, просмотреть маленьких детей, и на них сделать упор, и, как говорится, усложнять программы для того, чтобы выходить на европейские мировые соревнования. Серьез федерации рассчитывают на гомельчанина Дмитрия Новоселова. Он сейчас один из самых перспективных спортсменов. Свой статус подтвердил, выиграв первенство страны в индивидуальном зачете. Остальные места на педестале также заняли гомельчане. Серебро досталось Андрею Сергеенко, бронза – у Антона Назаренко. Наши парни стали лучшими и в состязаниях команд. Девушки поднялись на вторую ступень педестала почета. В личных соревнованиях наши спортсменки наград не завоевали. Бокс – это вся моя жизнь, говорит доктор философии, профессор, заслуженный тренер Белоруссии Виктор Петрович Баранов. В апреле ему исполнилось 75 лет. Юбилей прославленного наставника в Гомеле отметили открытым областным боксерским турниром. Поединки проходили на ринге областного центра Олимпийского резерва единоборств. 50 лет из своих 75-ти Виктор Петрович Баранов тренирует. За эти годы он подготовил более десятка мастеров спорта международного класса, призеров Олимпийских игр. Виктор Петрович работал в тренерских штабах сборных Советского Союза, Белоруссии и Казахстана. И каждый раз его опыт и методические разработки приносили результат в виде медалей самых престижных стартов. Итогом его многолетних изысканий стал двухтомник «Современная спортивная тренировка боксера». Сейчас это настольная книга тренеров по боксу во многих странах. Только вышла из типографии художественная книга и снова в бой записки тренера. Среди гостей турнира были друзья, коллеги и ученики Виктора Баранова. Для многих из своих воспитанников он был наставником не только на ринге, но и в жизни. Мы в Белоруссию переехали в 1977 году, когда мне было 16 лет. И по сути, вся моя жизнь подходила под опекой Виктора Петровича. Я смело могу сказать, что это мой второй отец. Все, что я в жизни добился, это только благодаря ему. За награды соревнований сражались боксеры из Белоруссии, Молдовой и Украины. И в целом турнир удался, констатирует сам Виктор Баранов. «По составу, может быть, не слишком большой. Некоторые команды не смогли приехать. Но Украина, Молдавия и наши ребята показали такие бои, которых на Гомельчине давно не видели просто. Бои были очень хорошие, потому что в украинской команде, в молдовской команде и в нашей есть члены национальных команд, которые уже объехали по многим странам мира. И показали хороший и достойный мужской бокс настоящий. Приятно». Что касается итогов турнира, трое гомельчан сумели взойти на высшую ступень пьедестала почета. В своих весовых категориях победили воспитанники Гомельского центра Олимпийского резерва единоборств Кирилл Самодуров, Владислав Коваль и Андрей Мельников. Стоит также выделить Михаила Мельникова, который выступал в молодежной категории и стал серебряным призером. Кстати, заслуженный пенсионер Виктор Петрович Баранов и сейчас не оставляет тренерского поприща. Свой опыт он передает молодым в Гомельском областном центре Олимпийского резерва единоборств. Мы посетили одну из тренировок и пообщались с прославленным наставником не только о боксе. Тренерская карьера началась моя совершенно случайно. Я предполагал, что я буду тренером, но то, что я начну работать тренером с первого курса дневного факультета института, то я этого не предполагал. Я еще сам выступал, был студентом, но по случаю случилось так, что наш спортивный клуб остался без тренера по боксу, а я был у него одним из лидеров учеников. Я был чемпионом Урала, ну и так далее, какие-то титулы там были. Клуб остался без тренера, а я поступил на первый курс. И весь первый курс, первый семестр я приходил на тренировки, и мне как самому старожилу уже давали ключи от зала бокса. И те ребята, которые начинали у моего предыдущего тренера работать, они приходили на тренировки, и я с ними автоматически уже и сам тренировался, и тренировал их. После первого курса, когда я закончил первый семестр, вот, с отличием, мне председатель клуба предложил работу. Я говорю, ну я же еще студент. Ну, говорит, иди к ректору, проси, чтобы тебе разрешение было, мы тебя возьмем. Ну, тогда такие вот, таковы еще были законодательные правила, будем так говорить. Я пошел к ректору с письмом, он дал мне письмо, я пришел к ректору университета, и я объясняю ему, что вот меня приглашают работать тренером. Он говорит, вы на каком курсе, молодой человек, учитесь? Я говорю, на первом. Ну, так учитесь, что вы тут вроде сказки рассказываете мне, он так меня как-то воспринял с огромнейшим удивлением. Я говорю, так я учусь, а как учитесь? Я говорю, а меня, я за счетку взял с собой, у меня все пятерочки там. А тем более я уже после армии был, я уже достаточно взрослый мужчина был, мне было 24 года уже, это все-таки, притом служил на космодроме, видел уникальнейших людей, в том числе Королева и так далее. То есть я к этому времени был уже достаточно развитый такой большой ребенок. Вот. И я так на ректора потихонечку, мягко, так деликатно наезжаю, говорю, вот я могу, я успеваю. Он говорит, ну хорошо, секретарша вызывает, говорит, вот видите, молодой человек, возьмите на нем данные. Если следующий сдаст хотя бы на одну четверку, я разрешение забираю назад. А так я подписываю разрешение, иди работай. И он поставил меня в угол. У меня нельзя было сдать на четверку уже. Я сам залез в капкан, который сам себе поставил. И пришлось заканчивать с отличием. И я к окончанию института, я закончил там через 4 года институт, дневной факультет. В это время я уже забрал все кубки в городе, и юноши, и молодежи, и взрослые. У меня уже была сильнейшая команда. Вот так мне жизнь поставила в угол, и мне пришлось выживать, выживать жестко. И эта жесткость дала мне, может быть, какой-то приоритет даже потом. Но сегодня сформирована здесь целая группа хороших боксеров, где работает Сергей Владимирович с этими людьми. Ну, а я только по темножечкам, так сказать, своими советами помогаю, будем так говорить. Нельзя сказать, что я ответственно работаю, потому что я на государевой службе не работаю, уже я действительно чистый пенсионер. Но так как времени свободно у меня достаточно, я могу себе позволить отдавать свои знания тем уже моим внучатым ученикам, чтобы они немножечко побыстрее росли и давали результат для области, для страны. Это будет, по-моему, совершенно нормально. По моему мнению, сейчас есть бум в развитии женского бокса в Гомельской области. Гомельские боксы, она одни из сильнейших в Беларуси. Как вы относитесь к женскому боксу вообще и к его развитию в Беларуси в частности? Ну, изначально, в общем-то, я относился и отношусь к нему отрицательно совершенно. Но, коль скоро, наши леди хотят быть воительницами, да ради бога, пусть они и будут тоже. Так что, если даже которые из них и тоже подходят за советом, я им так же, как и мужчинам, могу дать совет без проблем. Но, в самом принципе, я считаю, что это не женский вид спорта. Ну, во-первых, я не могу быть таким нескромным, сказать, что я делал чего-то там. Я делал это в группе людей, в коллективе, допустим, в сборной команде Советского Союза. Я был одним из группы, не лидером даже, не главным тренером. Главным тренером в это время был Лавров Артем Александрович. Я был один членом бригады из шести человек, которые постоянно вели тренировочный процесс. То есть, также в сборной команде Белоруссии я был один из членов бригады. Главным тренером в этот период, когда мы привезли с Афин медали, был Гришук Анатолий Владимирович. Также в сборной Казахстана, когда меня пригласили советником, я работал не только со сборной командой по взрослым, когда мы привозили из Лондона Олимпиады, но и проводил семинары, обучающие для тренеров, для женщин, для мужчин, для юношей, для молодежи. То есть, я работал, ну, большой объем работы также проделывал. Так что, в принципе, я всегда работал в коллективе с хорошими, толковыми, талантливыми людьми. Мне на талантливых людей везло всегда, поэтому я оказывался в нужное время, в нужном месте просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы очень много занимаетесь наукой. Изначает ли, что спорт, действительно, спорт больших достижений невозможен без науки, а хороший тренер без сильных научных знаний, наверное, тоже невозможно? Да, сегодня это уже просто аксиома. Человеческий организм – это настолько уникальная система, что, допустим, я служил когда на космодроме, там видел Союз, 95 метров высотой стоит свечка, напичканная электроникой. Или взять подводную лодку уникальную, или суперистребитель. Они всего лишь мелкая паршивая консервная банка по сравнению со сложностью человеческого организма. Вот в таком понимании надо понимать. И нам, тренерам, нужно этот организм уникальный изменить. Как конструктор, вот представьте себе, что вот Королёв там выстраивал космические корабли, там лучшие люди мира конструкторы уникальные подводные лодки делают, там бесшумные, супер там Су-35 самолёты делают конструкторы. Какие это же умнейшие люди, правда? А нам приходится человеческий организм менять. К нам приходит вот такой маленький, худенький, дохленький, трусливый ребёнок, которого все девчонки в классе лупят. И мама порой одна бедная его растит, часто бывает у нас из таких семей приходит. И он никому не нужный ребёнок, бедный. Все дяди для него враги, все мальчишки во дворе враги. И он приходит сюда к тренеру, как к Богу, о котором говорят, что он ему там чего-то может научить, чтобы он хотя бы себя защищал. А весь мир против него. И вот из этого совсем никчёмного, слабенького, дохленького, физически недоразвитого и умственного, часто не очень такого сильного, дисциплины порой никакой. И учиться в школе, учиться на голые тройки или на бойки. И кое-как тянут, учителя измучились с ним работать, не знают, как его вытащить на голые тройки. И вот такое вот к нам приходит дитё. А потом, когда это дитё становится чемпионом Советского Союза, мастёром спорта международного класса, которым восхищается вся страна, он и блестяще заканчивает потом институт, оказывается, у него с мозгами всё в порядке. И вот этот процесс для меня по-прежнему уникален. И я по-прежнему рад, что я выбрал эту профессию и что мне что-то удаётся в этой профессии сделать. Ой, мне бы ещё хотя бы лет 20 бы отпустил Бог. Я бы ещё наворочил, много сделал. Планов у меня громадьё просто. ММА – это смешанные боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. Истоки этого вида спорта уходят во времена античности. Потом про него надолго забыли. Лишь в 90-х ММА вновь привлекло мировое внимание. Сейчас в Белоруссии, в частности в Гомеле, живут спортсмены, которые культивируют этот вид спорта и завоёвывают награды. Подробности в репортаже Александра Лупиненко. Тренировки три раза в неделю по два часа. На татаме выходят студенты, бизнесмены, врачи. Людей разных профессий и возрастов объединил ММА – смешанный вид единоборств. Он включает в себя огромный перечень видов спорта, среди которых карате, бокс и рукопашный бой. Цели, с которыми люди приходят в этот спорт, также разные. Оно видно сразу, когда человек приходит, он сразу пытается обозначить, что он хочет. Если это спортивное достижение, то первое, что он начинает спрашивать, когда первое соревнование. Поэтому уже можно определить, чего он хочет. А так люди приходят сначала посмотреть, а потом их затягивают. Некоторые пришли, даже всю жизнь не занимались ничем, и пришли хотя бы попробовать. И теперь не пропускают ни одной тренировки, занимаются, и всё нравится. За тренировочным процессом следит двукратный чемпион Республики Беларусь, член национальной сборной 2015 года по смешанным единоборствам, мастер спорта по ММА Сергей Савенков. В данном виде спорта я мало, я всего три года. И за эти три года вот я достиг того, что стал двукратным чемпионом Республики, член национальной сборной. А так вообще спортивная карьера у меня началась с 14 лет. Изначально я занимался дзюдо, 12 лет отдал дзюдо, потом у меня был перерыв. И вот три года назад я начал заниматься смешанным единоборством. За пределами спортивного зала Сергей работает начальником измерительной лаборатории. Прокладывает оптоволокно, разрабатывает проекты и ведет документацию. Говорит, что этот вид спорта закаляет и помогает решать многие трудности. И в жизни потом, в дальнейшем, когда встречаются какие-то трудности и в жизни, и в работе, ты уже как в ринге начинаешь относиться к ним терпимее и стараешься дойти до конца. Мысли о развитии этого вида спорта в Гомеле пришли не случайно. Добившись внушительных результатов на соревнованиях, Сергей Савенков нашел тех, кому также не безразличен ММА. Я побывал в Москве, я побывал в России, посмотрел, на каком уровне развито это все там. Я посмотрел, что у нас в Белоруссии, в частности в Гомеле, этого крайне мало. И сам по себе вид спорта достаточно хороший. Есть хорошие представители и в Белоруссии, которые этим занимаются. И сам по себе вид заставляет людей развиваться не только в физическом плане, но еще в морально-волевом. Сейчас спортсмен тренирует свою команду и готовится к новым соревнованиям. Уже составлен график и планы на будущее. Первоначально все же хочу еще раз съездить на чемпионат мира. Встречусь снова с российским бойцом и одержу победу. И займу все-таки первое место. Программа «Старты и финиш» желает успехов нашему спортсмену. О победах и достижениях наши зрители узнают первыми. На этом все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин